МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Наталья Титова. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные и интересные новости региона. Сегодня в выпуске. Жить будем. Дальше продолжать. Жители приграничных сел и хуторов, в которых введен режим ЧС, изучают варианты новых квадратных метров. Их истории в сюжете. Тот факт, что мы боремся за экологию, это уже есть неоспоримый плюс от использования этого вида топлива. Белгородские энергетики начали серию тест-драйвов, чтобы сравнить эксплуатационные характеристики автомобилей. Все-таки бензин, электроэнергия или газ? Восемь испытаний разных по сложности и динамике. Традиционный русский городок, сбивание кеглей, собирание пазлов. А также состязания по биатлону, эстафеты, перетягивание каната. Как справились с заданиями участники зимней спартакиады в санатории «Дубравушка». В начале недели в ряде приграничных муниципалитетов Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова провели сходы жителей сел и хуторов, в которых введен режим ЧАЭС. Главы администрации подробно разъясняли порядок и правила получения жилья взамен утраченного из-за обстрелов ВСУ. Напомним, на эти цели по решению президента Владимира Путина региону выделили 9,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. После таких встреч многие селяне уже осмотрели варианты новой жилплощади и даже приняли окончательное решение о скором переезде. Их истории в материале Сергея Черкашина. Семья Засеевых из Волоконовского хутора Старый осматривает квартиру в пригороде областной столицы. 70 квадратов, 3 комнаты, 2 санузла, кухня. Выполнена чистовая отделка. Натяжные потолки, плитка, обои. Дом еще не сдан в эксплуатацию, но в квартире уже тепло. Одно из главных достоинств – это полы с подогревом. Причем по всей жилплощади. Раньше жили в частном доме, но родные места пришлось покинуть. От участка до границы около километра. В хуторе режим ЧАЭС. Засеевы не отчаиваются. Говорят, сейчас главная безопасность. Тем более семья воспитывает троих детей. Маленькому 4 годика, ездить здесь, сейчас здесь развернуться будет. И площадка рядом. Попихать, поиграть. Ну, все рядом. Все я вижу рядом. Отлично. Просто честно. Честно говоря, мы не собирались и не мечтали даже покупать в таком формате. И на такую красивую квартиру мы, наверное, не накопили бы. Представители 22 семей мы привезли в город Белгород для осмотра квартир, которые предварительно зарезервировали. Квартиры у нас в Улитке. Несколько квартир в микрорайоне Восточном, в поселке Северном, на улице Кирпичной. И сейчас мы их будем постепенно осматривать и подбирать для людей. Как отметил глава Волоконовского района Сергей Бикетов, 15 семей уже определились с квартирами. На выбор не только многоэтажные, но и частные дома. Это уже другой массив под Белгородом, в Новосадовом. Нина Петровна из Волуйского села Логачевка признается, долго не думала. С вариантом жилья уже определилась. Я только одну квартиру посмотрела и все. Потом увидела домик и все. Думаю, нет, пойду я в домик. Все, буду выбирать домик. Я не хочу в квартире. В домике другое дело. Вот, свежий воздух, хорошо. Жить будем. Дальше продолжать. Квадратные метры селянам предлагают соразмерно утраченным. Учитывают пожелания жителей. Такая мера введена. Для жителей, которые в результате СВО потеряли свое жилье, разрушенные дома, либо у нас 15 населенных пунктов введен в режим чрезвычайной ситуации, и въезд туда запрещен, люди не могут использовать свое жилье. Вот для этих жителей решение президента мы будем давать жилье. Недвижимость будут оформлять в собственность. Кроме того, прорабатывается вопрос вывоза из приграничных сел и хуторов уцелевшего имущества. А если оно утрачено, власти планируют помочь жителям с покупкой основной мебели. Сергей Черкашин, Александр Поддубный. Такой день на Мире Белогория. Продолжаем. Еще полсотни семей региона смогут улучшить свои жилищные условия. Соответствующие свидетельства сегодня получили жители 11 муниципалитетов. Отметим, что социальные выплаты предоставляют молодым семьям в рамках государственной программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан страны. Тем, у кого есть дети, компенсируют 35% от расчетной стоимости жилья. Остальным 30%. Предусмотрены и дополнительные 5% при рождении ребенка в период реализации основной выплаты. Хочу вам пожелать, чтобы в новых домах у вас был только уют, тепло. Всего вам самого хорошего. Поздравляю. Спасибо большое. Также на этой неделе сертификаты получили еще 43 молодые семьи. В 2023 на такую поддержку направят более 280 миллионов рублей. Жилищные условия смогут улучшить 150 семей региона. Сейчас о происшествиях. Сегодня в сети появилась информация о трагедии, произошедшей в областной столице неделю назад. В квартире были найдены тела молодой матери и ее ребенка, которому не исполнилось и года. Зафиксированы следы насильственной смерти. Наша съемочная группа попыталась выяснить подробности. Женщину с малышкой часто видели на прогулках во дворе. По словам соседей, обычная семья. О том, что действительно произошло, никто из жильцов не знает. По одной из неофициальных версий, активно распространяемых в пабликах и ряде СМИ, 27-летняя Белгородка убила дочь и покончила с собой. Причиной могло послужить в том числе недавнее расставание с мужем. В сети также встречаются сообщения о том, что на месте была найдена предсмертная записка. В следственном комитете факт гибели матери и ребенка подтвердили. Возбуждено уголовное дело, однако подробности трагедии еще предстоит выяснить. В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются мотивы совершенного преступления. Кроме того, следствием будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении ребенка. Далее поговорим о транспорте. На чем двигаться удобнее и выгоднее? На бензине, газе или постепенно входящем в дорожную моду электричестве? Специалисты филиала Россети Центр Белгородэнерго запустили новый проект. В ходе тест-драйвов они сравнивают эксплуатационные характеристики машин. Наша съемочная группа поучаствовала в необычном эксперименте. О его результатах Кирилл Мусаев. Для того, чтобы сравнить автомобили на электричестве и газе, филиал Россети Центр Белгородэнерго пригласил эксперта. Мы вместе проедемся по городу и узнаем, какой транспорт выгоднее использовать в повседневной работе энергетиков. Специалисты отдела учета электроэнергии, оптимизации потерь выезжают на маршрут в 8 утра. Задача проверить счетчики, снять показания, удостовериться в сохранность теплом. В среднем за день одна бригада наматывает около 50 километров. В городской черте используют машины как на бензине, газе, так и электротяге. Для начала тестируем автомобиль без двигателя внутреннего сгорания. По словам некоторых автоэкспертов, именно за ними будущее. С самого начала даже не понимаешь, с какой мощности под капотом обладает силовой агрегат. Особенно чувствуется динамика разгона на прямых участках, когда нужно поддавить педаль в пол, и машина разгоняется достаточно резво. Запас хода у этого электромобиля порядка 280 километров. Время полного заряда от обычной розетки до 8 часов. В быстром режиме от специальной станции до 1 часа. Кроме того, как отмечают энергетики, аккумулятора хватает и на полноценный обогрев салона. Учитывая то, что нет теплого двигателя в машине, насколько хорошо работает обогрев зимой? Зимой работает достаточно отлично, потому что электрический ТЭН справляется со своей задачей гораздо быстрее. Так как нет двигателя, то отсутствуют затраты на обслуживание элементов двигателя, элементов коробки, сцепления. Соответственно, не нужно менять масло, но после нескольких лет эксплуатации придется потратиться на новую батарею. Специалисты оценили и транспорт на газе, который сейчас считается самым экологичным. Какие же плюсы у машины на метане? Какое основное отличие для водителя, когда пересаживаешься с бензинового автомобиля на автомобиль, который ездит на газе? Ну, экономичнее в первую очередь. Правда, по динамике такой транспорт проигрывает. Еще один минус – баллон с газом занимает весь багажник. Инструменты приходится хранить в салоне. Но в сравнении с электромобилями машину на метане прокормить проще. В Белгороде газозаправочных станций больше. Цена электричества на данный момент – это намного меньше цены топлива, бензина, в том числе и метана. Также важно, я думаю, учитывать то, что если мы говорим о длительной эксплуатации автомобиля, то нужно учитывать стоимость замены аккумуляторных батарей. Про ремонт аккумуляторных батарей идет блочная система, и меняться могут блоки одни. То есть вся батарея разом не выходит из строя. Вместе с энергетиками мы проехали 47 километров. Для сравнения затраты на электричество около 32 рублей. Газ обошелся почти в 98 рублей. Но какой транспорт лучше, пока судите рано. Проект будет длиться до конца этого года, и по окончании этого проекта уже можно будет подвести итог. Все-таки целесообразно использование данных автомобилей или нецелесообразно. Тот факт, что мы боремся за экологию, это уже есть неоспоримый плюс от использования этого вида топлива, этих автомобилей. Эксперимент «Белгород Энерго» только стартовал. Впереди еще много тестов. Кирилл Мусаев, Александр Сысоев. Такой день на Мире Белогория. На календаре уже весна, и пусть за окном еще срывается снежок, и нас ждут по прогнозам семноптиков температурные качели, но мы в предвкушении теплого солнца. Первого весеннего праздника и, конечно, цветов. О них сегодня и поговорим с нашим экспертом. Заодно узнаем, какими красками заиграет в этом году областной центр. В студии такого дня главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова. Здравствуйте, Елена Васильевна. Добрый день. С первым днем весны у вас, прежде всего. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы сегодня не просто говорим о весне. Она у нас в студии. Вы пришли к нам с цветами. Вот, надо чуть-чуть поближе. Именно с тюльпанами желтого цвета. Почему именно желтые выбрали? Цвет солнца, цвет радости, цвет нового года весеннего. Поэтому одни из первых цветов, в общем-то, имеют желтый цвет. Ну вот уже второй год подряд акцент в озеленении областной столицы делается именно на тюльпаны. Помним, в прошлом году город просто утопал в них, в их многоцветии. И почему именно тюльпаны выбраны вот как главный символ уже, наверное, Белгорода? Тюльпаны одни из самых первых цветов, которые у нас весной расцветают. Есть, конечно, те, которые еще раньше распускаются. Это крокусы. Но именно тюльпаны нам дают вот это цветовое пятно, эту радость весеннего многоцветия. Потому что у нас не только желтый цвет, белый, розовый, окаймленный, махровый. То есть у нас очень много различных видов и цветов, окрасок появится в городе, как и прошлой весной. Ну, опять же, помним, что по клумбам городским можно было изучать, какие виды тюльпанов в принципе существуют, каких цветов и оттенков. Ну, вторая Голландия, наверное, у нас уже тут просто. Насколько вообще эти цветы прихотливы? Ну, это весенний цветок эфемероид. Тот, который отцветает весной и потом уходит в спячку. И на самом деле они не такие уж прихотливые. Весной прекрасно расцветают все виды тюльпанов. Другой вопрос, что есть сортовые тюльпаны, есть видовые тюльпаны, которые немножечко различаются по размеру цветка, по высоте. Но потом они уходят в спячку. И, собственно говоря, поэтому их можно выкопать, можно оставить на какое-то время, на год, на два, в зависимости от того, что захочется дальше на этом месте увидеть. И весной снова они зацветают. Есть же и другие виды луковичных. Вот гиацинты, какие еще подскажите, я не знаю. Не было ли мыслей их использовать и ими как-то украсить город? Вы знаете, наверное, гиацинты тоже можно ввести в культуру. Но, скорее всего, это будут какие-то локальные цветники. Может быть, какие-то небольшие садики, где могут быть гиацинты. Такого, наверное, цветения, как тюльпаны, может быть, сложно будет добиться. Я думаю, что основным цветком, конечно, останется тюльпан. Обычно именно этот цветок дарят на 8 марта. Ждем уже совсем скоро этот праздник. Вот скажите, когда мы получаем его в подарок, как понять, в какое время нужно уже высаживать его в грунт, чтобы продлить жизнь? Вообще, это лучше делать осенью или весной? Если вам подарили его с луковицей, то нужно спокойно дождаться, пока засохнет вся часть верхушечная, весь цветонос, и луковица впадет в спячку. И, как обычно, высаживается луковица осенью, для того, чтобы весной она вновь могла зацвести. Нужно вынуть из грунта или в грунте прямо? Ну, вот в горшочке, в котором подарили, оставить? На самом деле, не важно. Главное, чтобы он был сухой. Можно вынуть из грунта, можно оставить в сухом грунте. Он так дальше будет там пребывать. Но потом, когда вы будете пересаживать, вы уже все равно его осенью посадите. Уже без грунта. Вопрос от любителя. А если оставить его в горшочке, он опять не зацветет весной в домашних условиях? Может и зацвести, но, скорее всего, это будет очень низкорослый тюльпан с небольшим бокалом. Лучше все-таки высадить его в грунт. То есть, ему будет лучше, если его выпустить на грунт? Да, ему все-таки лучше высадить в грунт. Елена Васильевна, скажите, ну какие еще тенденции в озеленении города в этом году? Что-то появится новое в ландшафте? И уже идет подготовка к весеннелетнему сезону? Да. Подготовка идет полным ходом. Вы видите, что уже в городских теплицах вот этот экземпляр был выращен. И всхожесть проверена. И выращиваются, высажены цветы в контейнер луковичные, выращиваются летники высеяны. По факту у нас полным ходом идет подготовка весеннего цветочного оформления. И мы предложим жителям полюбоваться тюльпанами не только в грунте, но и, скажем, в контейнерах, которые размещены будут в разных частях города. И в дальнейшем как раз заменим тюльпаны на контейнерное озеленение летниками. Поскольку они дают цвет, в общем-то, весь сезон, поэтому мы, конечно, добавляем их и в многолетники. И специалисты Белгорблагоустройства в этом году поработали на славу и приготовили проекты реконструкции практически половины всех существующих клумб города. То есть они изменятся? Они изменятся. Будут добавлены новые растения, будут современные смеси цветочных растений. Вы все увидите. Будем с нетерпением ждать. Еще такой вопрос. Многие телезрители, у которых есть свои участки, стараются тоже как-то озеленить, украсить. Какие советы можем дать? Как это сделать бюджетно и со вкусом? Ну, посмотрите. Усадебное озеленение, оно очень сильно отличается от городского. Потому что там другое пространство. В большинстве своем это маленькое пространство. Соответственно, больших деревьев и таких крупных кустарников хозяева усадеб не высаживают. Поэтому здесь нужно смотреть предпочтительно, что любят хозяева. И сколько любят времени проводить в саду, сколько предполагают заниматься как раз благоустройством и наведением порядка. Потому что все деревья и кустарники требуют к себе ухода. Поэтому после того, как хозяева определяются, сколько они готовы посвящать времени своим питомцам зеленым, вот и определить, что это могут быть. Хвойные кустарники, красиво цветущие кустарники, может быть, невысокие деревья для самой усадьбы. А на территории перед домом все-таки предпочтительно, чтобы были, конечно, настоящие высокие деревья. Ирина Васильевна, спасибо, что были у нас в студии. Будем с нетерпением ждать, когда Белгород украсится тюльпанами. И еще раз поздравляем вас с первым днем весны. Спасибо. И о спорте. Воспитатели, медики, работники санаторий и даже его отдыхающие. Участниками 11-й уже традиционной зимней спартакиады в Дубравушке стали почти полсотни человек. Ограничений никаких. Главное условие – желание и азарт. За победу боролась и сборная телерадиокомпании «Мир Белогорья». Какие испытания приготовили организаторы, расскажет Богдан Ирисланов. 11-ю зимнюю спартакиаду объявляю открытой. Огонь – символ подвига и стремления к победе. Перед началом соревнований зажег капитан команды победителей прошлых зимних игр Николай Горбунов. В спартакиадах в санатории он участвует более 10 лет. Говорит, возраст не имеет значения. Силы придает командный дух. Но когда входите в кураж, вы не замечаете, что вы возрастной, чуть помоложе. Это становится общая команда. И цель одна – прийти первым. Но бывает не всегда. Снежная трасса специально укатана для биатлонистов. На старте по двое из 11 команд. Они сразу бросились в лыжный забег. Круг, затем стрельба по мишеням и финальные метры к финишу. Игра, так полюбившись российскому зрителю в любительской форме – первое испытание для участников спартакиады. Второй этап спартакиады – площадка, где 8 испытаний разных по сложности и динамике. Традиционный русский городок, сбивание кеглей, собирание пазлов. Каждая команда должна была пройти их все. Спорт – один из важных опор его коллектива, делится директор Дубравушки. А традиция проводить состязания, зародившиеся в стенах санатория, распространилась далеко за его пределы. Теперь участвуют люди со всего региона. Но для самих сотрудников это теплое сердцу событие. Без этого уже, получается, коллектив не хочет жить. Коллективу надо. Люди уже, можно сказать, и ждут. Вот сотрудники, вот в этом году у нас 5 команд участвует из числа нашего коллектива. Это сотрудники ресторана, сотрудники горничных корпусов, медицинские сотрудники, административно-управленческий аппарат, воспитатели. И очень отрадно, что у нас сегодня три команды из числа отдыхающих. Труд, любовь и щепетильное отношение работников профилактория к любому делу отметил глава администрации Карачанского района. Самая сильная отличающаяся черта всех россиян – это традиции. И прямое доказательство этому всему является санаторий Дубраушка. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие сложности, они все равно ежегодно проводят эти праздничные спортивные мероприятия. Ну а в финале один из сложнейших этапов – перетягивание каната, где соперники боролись не только между собой, но и с условиями погоды. Скользкий снег и холодный ветер стали серьезным испытанием на стойкость. Сам же формат «Спартакяды-про» знакомый, поэтому многим приходится по душе. Потрясающе! Это такие эмоции невероятные! Мы соревновались, я вспомнила детство, школьные времена. Коллектив старается, кажется, выкладывает свои силы. Мы очень рады, у нас второе место, долгожданное. Вот, всем на спорт. Победители призеров наградили подарками. Кстати, команда «Мира Белогория» стала первой в эстафетном зачете. Но все, кто переступил финиш, уже победители. А следующие состязания в Дубравушке пройдут летом. Богдан Нарисланов, Денис Копач. Такой день на «Мире Белогория». К этому часу все. В студии работала Наталья Титова. Оставайтесь с первым областным. Мы даем только проверенную информацию. А еще больше интересного в телеграм-канале «Мира Белогория». Подписывайтесь и будьте с нами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok